Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассматривать послание к евреям, 10 глава. Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми жертвами каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих к ним. Иначе перестали бы их приносить, потому что приносящие жертвы, быв очищены, однажды не имели бы уже никакого сознания грехов. Итак, эта глава начинается с повторного напоминания о том, что ветхозаветный культ, совершаемый в Иерусалимском храме, был нерезультативен, поскольку, согласно посланию, речь идет лишь о неких копиях небесного образца. И как люди, которые имеют дело с копиями, ну, например, если дети играют войну игрушным оружием, они, даже если не говорят убит, все равно понятно, что убить из копии никого не могут. Так и здесь, поскольку, согласно посланию, в руках ветхозаветного священства были лишь копии, а не образцы, то жертвы, как он говорит, не могли сделать совершенными приходящего, то есть прощения не происходило. Дело в том, что по мысли автора послания прощение может быть только единократным. У нас уже была об этом речь. Либо оно достигает своего результата, либо прощение происходит, либо нет. И повторяемость в данном случае является свидетельством о нерезультативности, то есть необходимо делать заново то, поскольку прежний результат оказался недостижим, невозможен. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Итак, жертвы лишь напоминали о грехах, и ничего не могли изменить в положении ветхозаветного человека. Посему, и это указывается дальше, Христос, ходя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты мне не восхотел, но тело уготовил мне. Всесожжение жертвы за грех не угодно тебе». Ну, апеллируя к словам псалма, автор послания еще раз показывает, что ветхозаветные жертвы были нерезультативны. Здесь надо сделать небольшое отступление для тех, кто, может быть, захотел бы более внимательно читать о послании. Здесь говорится о теле Иисуса Христа, и надо отметить, что в послании кровь и тело образуют единую неделимую жертву. Хотя терминология может немножко различаться, но смысл, который стоит за такого рода утверждением, он всегда схож. Ну, смотрите, вот окончание девятой главы. «Без пролития крови не бывает прощения». Здесь, в десятой главе читаем, десятый стих. «Мы освящены принесением тела Иисуса Христа». Дальше смотрим по тексту. 10.23 «Он явился один раз для устранения греха жертвую своею». И в заключении главы 10.29 «Кровь завета, который был освящен». Итак, слова «жертва», «кровь», «тело» – они отражают единую реальность. Одно событие – это смерть Иисуса Христа. Да, именно она приносит людям подданную святость, которая дает возможность общения со святым Богом. И такие характеристики, как очищение, освящение, достижение, совершенство – они выражают единую реальность окончательного прощения грехов. Откуда же выводят эту идею, которая, конечно, связана с часто повторяемым рефреном книги Левит «Будьте святы, якоже свят я, Господь Бог наш». Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника на Дому Божьем, да приступаем с искренним сердцем, в полнотой веры, краплением, очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистой. Как мы уже неоднократно с вами отмечали, ветхозаветный культ был нерезультативен, и доказательством это являлось то, что человек не мог войти в присутствие Божия. Для тех, кто служил в храме, для тех, кто выполнял священное действие, олицетворением этого была завеса, которая отделяла часть храма святая от другой части святая святых, то есть доступ к Богу был перекрыт. Но все мы с вами знаем, что в момент смерти Иисуса Христа большая внутренняя завеса в храме разорвалась надвое, сверху донизу. И это делает возможным для автора послания приравнять распятое тело Христа к пути к Богу. 20 стих. Новому и живому. Итак, если раньше доступ к Богу был перекрыт, то теперь благодаря смерти Христа он открылся. Это символизирует разрыв завесы, вот в чем предназначение этого события. Поэтому и говорится о том, что мы имеем дерзновение входить в святилище, то есть путь открыт. Но, конечно, хотя и завеса разворвалась в Руссалимском храме в момент Голговской смерти, она была скреплена, но нам открылся доступ в небесное святилище. Для того, чтобы войти туда, необходима искренняя сердца, полнота веры. Ну, а кроме того, интересно, что одним из условий является то, что необходимо омыть тело водой чистой и неуклонно держаться исповедание, очистив сердца от порочной совести крови Иисуса Христа. Дело в том, что первосвященник для того, чтобы войти во святая святых в день очищения, должен был сначала омыть себя, а уже потом заходить в это святое место. Вот мы как бы повторяем этот ветхозаветный ритуал, собственно говоря, как и Христос в своем искупительном деле, согласно посланию, повторяет многие элементы дня искупления. И, собственно, этот день является фундаментом проекции, через которые рассматриваются его спасительные деяния. И, естественно, и мы, которые имеем доступ в небесное свящилище, тоже отчасти воспроизводим этот ритуал. И смерть Иисуса Христа таким образом и прощение делает возможным исполнение предсказаний Иеремии о Новом Завете. «Вот завет, который завещаю вам, 16 стих, последней тех, вложу законы моих в сердца, их и мысли напишу, их и грехов, их и беззаконий не вспомню более. А где прощение грехов, там и не нужно приношение за них». Итак, прощение является окончательным, оно не может повториться, поскольку Иисус Христос однажды принес себя в жертву. Второй раз он явится не для очищения греха, а для ожидающих его ко спасению. И это описание искупления заканчивается новым призывом, новым напоминанием. «Будем держаться исповеданий неуклонно, ибо верен обещавший. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга, доколе есть день. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается жертвой за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». «Если отвергавшийся закон Моисея при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколько тягчайшему думать и наказанию, повинен будет тот, кто попирает сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Страшно впасть в руки Бога Живаго». Итак, это предупреждение довольно суровое и значительное, оно на самом-то деле подвигает нас к пониманию одного из самых сложных мест послания, о котором мы с вами уже говорили, это шестая глава, где говорится о том, что если человек отпал, то для него уже невозможно прощение, его невозможно обратно вернуть, путь в церковь для него уже таким образом навсегда перекрыт. Ну и для того, чтобы понять это, еще раз проговорим основные тезисы в качестве подытога наших предыдущих рассуждений. Послание к евреям отражает культовую концепцию искупления, согласно которой прощение грехов может проходить лишь при помощи жертв. Вина снимается только через кровь. Без пролития крови не бывает прощения. Смерть Иисуса Христа приносит прощение от преступлений, сделанных в Первом Завете. Отметим 9.15, что здесь говорится лишь о искуплении той части человечества, которая находилась в Завете с Богом. То есть прощены ли вместе с иудеями и язычники, в послании к евреям ничего не сказано. И если иудейский первосвященник постоянно повторял обряд дня очищения, ежегодно входя во святая святых, то Христос, воспроизводя, согласно посланию к евреям, в своем искупительном деле этот священничкий ритуал, не может многократно входить в небесное святилище. Потому что повторение означало, что ему нужно снова умереть, а это невозможно. Кроме того, есть еще один момент, который не должен уходить из нашего внимания, как и все или большинство текстов Нового Завета, послание к евреям, оно отражает напряженное ожидание конца мира. Автор послания говорит о том, что уже видит приближение Дня Господня 10.25, тем самым совершенное Христом рассматривается как эскатологическое очищение в наступлении Царства Славы. В конце веков он явился один раз для устранения греха жертвою Своею. 9.26. В конце веков. Итак, единственная жертва Христа не может повториться, никакого вторичного очищения уже не произойдет. Как мы с вами сейчас видели, не остается жертвой за грех, некое страшное ожидание суда и ярость огня, готова пожрать противников. Все это теперь нам необходимо с вами применить вот к этому уже вышеупомянутому, самому сложному, самому трудному, но в то же время чрезвычайно важному тексту 6 главы 4-8 стихи. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дары небесного и ставших общниками Духа Святаго, и вкусивших доброе Божие Слово, как и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять к покаянию, если бы они со своей стороны распинают Сына Божия и выставляют на позор. Ибо земля, многократно пившая, сходивши на нее дождь и рождающая зелень полезную для возделывающей ее, получает благословение от Бога, а производящая тернии, репейник, негодно и близко к проклятию, и конец ее сожжения. Итак, как мы уже неоднократно говорили, автор послания настаивает, что помилование возможно только при помощи жертвы. Христос уже распят. Прошлые преступления уничтожены. Значит, прощение такого грешника, то есть отпадшего, потребовало бы, чтобы вновь была принесена замещающая жертва. Иисус Христос должен быть снова распят, а это уже невозможно. И наряду с примером бесплодной земли, 6 главе, положение о том, что человек, потерявший спасение, уже никак не сможет себе его вернуть, еще раз иллюстрируется в 12 главе автором послания библейской истории Исавы и Иакова. Исав отказался от своего первородства за чечевичную похлебку, тем самым уступив первенство на благословение Иакову. И хотя обетование, предназначавшуюся Исаву, хитростью перешли к Иакову, и Исав оплакил их утрату, он уже не мог ничего исправить и был отвергнут за пронебрежение к обещанному Богу. 12 глава, 16-17 стих. Именно такое понимание искупления, оно и приводит, может быть, к таким категорическим утверждениям, которые для последующей истории церкви, для нас с вами могут быть малопонятны. Но и еще раз отмечу, что речь идет именно о напряженном и сфатологическом ожидании, о том, что день Господень не заставит себя ждать, и, в общем-то, последующую историю христианства это послание не берет в расчет. 10 глава заканчивается предупреждениями, которые говорят об прежних днях адресатах послания. Они уже выдержали великий подвиг страдания через поношение скорбей. Они принимали участие в других, находившихся в таком же состоянии, и узом сострадали, и расхищение имения приняли с радостью, зная, что у вас есть на небесах имущество лучшее, неприходящее. Тем самым, действительно, мы видим, что претерпеть им пришлось уже достаточно много, и это было не однажды. И вот к прежним дням и обращает свой зор автор посланий, и призывает своих читателей тоже вспомнить об их, несомненно, таком героическом и знаменательном прошлом. И призывает не оставлять прежнебывшего упования, и напоминает, что им предстоит великое воздаяние, и говорит вновь о том, что необходимо терпение, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведной верой жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же и не сколеблющихся на погибель настоим в вере к спасению души. Итак, новое ободрение, которое еще раз напоминает о том, что пришествие Христа уже вот-вот должно произойти, грядущий придет и не умедлит, и если адреса этого послания поколеблются, то они могут утратить то спасение, которое предназначено им к спасению души. И здесь возникает тема веры, и в следующей, одиннадцатой главе, эта тема станет ключевой, и мы с вами подходим к одной из самых известных и знаменательных глав послания, одиннадцатой главе, в которой священописатель знакомит своих читателей с галереей героев веры, перечисляя их подвиги и, несомненно, ассоциируя их с той непростой ситуацией, в которой находились его адресаты. Субтитры создавал DimaTorzok